Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия». И сегодня мы будем читать 36 главу этой книги с 1 стиха и ниже. И эта книга начинается словами «Вот родословие Исафа, он же Едом». Казалось бы, какое значение для нас имеет родословие Исафа? Да, Исаф был, мягко говоря, не очень благочестивый человек. Но он был действительно внук Авраама и сын Исаака, божьих патриархов и божьих пророков. Поэтому, чтобы почтить его память, даются имена его потомков. Вот родословие Исафа, он же Едом. Исаф был прародителем Едома. Кстати, в понимании евреев Едом – это, прежде всего, Рим. И борьба Рима с иудеей, то, что описано у Иосифа Флавия, Иосифа бен Матафия в его книге «Еудейская война», – это противостояние Израиля и Едома. Едом – это красный, как мы знаем, римляне украшали свои шлемы красными оперениями и носили красные плащи. Они это делали для того, чтобы враги не видели их кровь, но это все равно знак Едома. Вот родословие Исафа, он же Едом. Исаф взял себе жен из дочерей ханаанских – Аду, дочь Илона, хитаянина, и Алевему, дочь Анны, сына Феона, эфиянина, и Васимафу, дочь Измайла, сестру Навайофова. Мы видим, что у него многоженство, но тогда многоженство было и у Якова. Ада родила Исафу и Лефаза, Васимафа родила Рагуила, Алевема родила Иеуса, Иеглома и Корея. Это сыновья Исафа, родившиеся ему в земле хананской. И взял Исаф жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле хананской, и пошел в другую землю от лица Якова, брата своего. Мы уже с вами установили, что вот это выражение «пошел от лица такого-то такого», то есть стыдно было смотреть в это лицо. Конечно, Исаф изменил отношение к Якову, в этом мы убедились, но он мог испытывать стыд, потому что он злоумышлял убить этого праведного и святого человека. А здесь он уже убедился, что Господь с ним. А здесь предлагается еще и другое объяснение, но оно более материально. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, то есть тяжело было их имущество. И земля страстувания их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исаф на горе Сеер, Исаф он же Едом, и вот родословие Исафа во отца Идумеев на горе Сеер, вот имена сынов Исафа, Элифаз – сын Ады, жены Исафовой, Иргуил – сын Васимафы, жены Исафовой, у Элифаза были сыновья – Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кенас. Мы встречаем имена, в том числе и арабские, потому что он породнился с домом Измайла. Фемана же была наложницей Элифаза, сына Исафова, и родила Элифазу Амалика, а вот сыновья Ады, жены Исафовой. И вот сыновья Арагуила, Арагуил, вот здесь на это надо обратить внимание, некоторые персонажи потом всплывают, но уже в контексте других библейских книг. И вот сыновья Арагуила, Нахаф и Зерах, Шамма и Меза – это сыновья Васимафы, жены Исафовой. И сиим были сыновья Олифемы, дочери Аны, сына Цефеонова, жены Исафовой. Она родила Исафу и Иуса, и Еглома, и Карея. Вот старейшины сынов Исафовых, сыновья Элифаза, первенца Исафова, старейшина Феман, старейшина Амар, старейшина Цефо, старейшина Кенас, старейшина Карей, старейшина Гафам, старейшина Амалик, сии старейшины Элифазовы, в земле Едома, сии сыновья Ады. Ну, старейшины – это в некотором смысле сарим, то есть князья. Старейшина Иеус, старейшина Иеглам, старейшина Карей, старейшины Оливемы, дочери Анны, жены Исафовой. Вот сыновья Исафа, и вот старейшины их – это Едом. Сыновья Саэра, и дальше тоже у нас перечисляются имена с 20 стиха и до конца. И о них говорится, как о тех, которые были сарим, князья, также о них говорится, как о тех, которые воцарились. Вот 31 стих. «Вот цари, царствующие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых». Если мы вспомним то, как сами римляне понимали свое происхождение, они связывали свое происхождение с городом Троя, с тем самым городом, который был уничтожен греками, и оттуда убежал народ в некоторой своей части, троянцы, и среди них был Эней. А Троя описывается как страна в Азии, на востоке. Поэтому то, что происхождение римлян от Едома – это вполне возможно. И есть поэма «Вергилия», она так и называется, «Энаида», где рассказывается, как спасенный из Трои, погибшие Трои, Эней, он стал одним из великих вождей римской нации. Еще раз напоминаю, вот эта глава, 36-я, она предлагает имена. И в самом конце, это уже 43-й стих, последний стих этой главы, сказано «Вот старейшины Идумейские, по их селениям, в землеобладание их, вот Исаав, отец Идумеев». Таким образом, мы видим, что продолжение жизни этого человека было бы условлено тем, что у него был великий отец и великий дед. Хотя он был нечестивец, но будучи сыном патриарха и пророка Исаака, внуком патриарха и пророка Авраама, он сподобился иметь такое продолжение своей жизни. И если Эней выжил, не надо задумать, что это удача ему какая-то улыбнулась, это мальчику. С точки зрения евреев древности он и выжил, потому что его древним предком был и Авраам, и Исаак. Итак, мы сделали обзор 36-й главы, в ней практически отсутствует сюжетная линия. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 37-ю главу. И чтобы вам не пропускать занятия по каждой главе, каждый фрагмент Священного Писания для нас представляет интерес, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет». Спасибо вас, Христос!